Всем добрый день, меня зовут Елена Игоревна, и когда мы познакомились с Катей, это был конец моей презентации. Я говорила о том, что я репетитор по обществу знаний и, в принципе, больше ни о чём рассказать не могла. Значит, с чего мы начали? Это была моя почти самая удачная фотография для рекламы, которую я взяла. Говорила о том, что меня зовут Елена Рыбакова, учитель истории общества знания. Живу я в городе Комсомольск-на-Амуре, это инженерная столица Дальнего Востока, очень далеко. Какие вопросы были? Мы начали работать с Катей, вышло несколько. Первый. А что, можно курс создать? Потому что я думала, что всегда только уроки, только онлайн преподавание. Всё, никакого пассивного дохода быть не может. Второй. Ладно, если создать. Где взять учеников, которым можно продать? Третий. В смысле, продавать нужно? Как я буду продавать? Я же учительница, я не умею. И вот с этим набором мы пошли в работу. Работа строилась в несколько этапов. Мы долго определялись темой курса, рассматривали целевую аудиторию. Я думала, с кем мне комфортнее работать, с педагогами или с детьми. И определила для себя, что, конечно, с детьми, потому что энергия, которую ты получаешь, она мне нравится больше. Как-то с учениками это, наверное, немножечко проще. И тут несколько вопросов. Целевая аудитория определилась. А какой курс? А годовой? А может быть, не годовой, ну потому что годовой сразу это многое и страшно. А он мне точно нужен? Может, мне и так в жизни всё устраивает? Ну, работаю я в этой школе с 8 утра до 8 вечера. Ну, ничего страшного. Ну, вон, на хлебушек хватает. Это вопросы также о том, что кто будет это покупать. И Катя предложила нам работу с психологом. Было несколько сессий. И как раз-таки нам говорили о том, что если ты сопротивляешься, то ты на правильном пути. Нужно идти дальше. Это был экватор нашей работы. К середине мы определились о том, что курс должен быть не годовой. Называться должен будет «Сложные вопросы ЕГЭ по обществознанию». И по наполняемости уроков он небольшой. И это несколько плюсов для меня, потому что большой курс делать сразу страшно. А когда там всего 8 уроков, он небольшой, и мы собрали самые такие трудные вопросы, самые продаваемые вопросы в обществознанию, то уже всё стало гораздо легче. Впоследствии, конечно, в нашем наставничестве я тут немножечко подзаболела. И у меня работа чуть-чуть застопорилась, к сожалению, из-за здоровья. Но всё-таки под завершение. К чему мы пришли? Обратите внимание на фото до и после. Сразу видно, какой серьёзный человек. Есть оформленная страница. Есть профессиональные фотографии, а не та на фоне доски, где непонятно, учитель ты или ученик. Разобрались в воронке продаж. Теперь я знаю такие слова, как «Lead Magnits», «Tripwire», «Основной продукт». Научились делегировать полномочия. Я взяла целого человека к себе на работу. И тот, который оформлял мне страничку в Инстаграм, сейчас будет ещё один, который будет делать полностью сообщество ВКонтакте. К чему мы вошли в итоге? У меня есть полный фронт работ на будущее по своему курсу. Есть чёткая тема и полностью расставлены все приоритеты о направлениях работы. И теперь, когда я с кем-нибудь знакомлюсь или предлагаю свои услуги на сайтах, я могу точно сказать о том, что я Елена Игоревна – современный репетитор по обществознанию. И, естественно, таких результатов я бы не добилась, если бы не пошла в наставничество с Катей, а просто следила издалека за её страничкой в Инстаграме и ВКонтакте. Поэтому результат достаточно большой и очень значимый для меня. И, конечно, всегда очень страшно менять свою жизнь. Но когда ты делаешь малюсенький шажочек на пути к своей мечте и к своей цели, это всегда приведёт к будущему такому хорошему эффекту. Я думаю, что он наступит очень-очень скоро. Я очень рада, что, во-первых, ты определилась, у тебя повысилась самоценность, что очень важно. Теперь ты понимаешь, что работать за 500 рублей – это точно не то, что нам нужно. Потому что нам нужны целевые наши подписчики, которые будут с нами многие годы, а также потом рекомендовать своим друзьям.